Ну что ж, друзья, продолжаем эфир, продолжаем наш ежедневный бизнес-канал, и сейчас, как вы прекрасно знаете, вторая его часть под названием «Бизнес-класс». Тема сегодняшнего эфира – рынок грузоперевозок в России, и у меня в гостях Владимир Тян, генеральный директор транспортного холдинга «Софтрансавто». Добрый день, Владимир. Добрый день. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему эфиру. Как всегда, у вас для этого есть, ну, как минимум, два варианта – это позвонить в студию, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495, и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы и делитесь собственными мыслями. Владимир, начиная нашу беседу, я традиционно, если позволите, такой мостик переброшу. Первая часть бизнес-канала под названием «Сухой остаток», в ней мы только что обсуждали с моими гостями, ну, такую, я бы сказал, трепещущую, важную тему для российской экономики – это малая доля несырьевого экспорта. То есть, в основном, ну, как известно, да, мы экспортируем за рубеж продукты, да, нефти, газа, высоких технологий или там что-то другого. У нас, к сожалению, не так много, мы не можем хвастаться этим и каким-то должен диверсифицировать. Вот ваше, я бы даже сказал, не профессиональное, а просто личное мнение. Вы видите в этом проблему для развития экономики России? Да, конечно. Те предметы экспорта, которые вы перечислили, которые мы не экспортируем, они, конечно, отражают уровень развития экономики. Я имею уровень развития с технологической точки зрения, с точки зрения идей, прикладных идей, прежде всего. Поэтому, экспортируя только кадры и сырьевые товары, мы демонстрируем, соответственно, некоторые пробелы во всех остальных. Понятно. Хорошо, спасибо огромное. Ну, и давайте вернемся к нашей теме. Итак, напомню для зрителей, мы обсуждаем сегодня рынок грузоперевозок в России. И, если позволите, опять небольшое лидическое отступление. Вот я читаю «Софтрансавты», вспоминаю советские фильмы, советские времена, огромные рефрижераторы именно с этим названием. Я так понимаю, что вы преемники этой советской компании? Да, компания, образована в 68-м году, соответственно, это именно та компания, о которой вы вспоминаете. Не только рефрижераторы. Я фильм какой-то вспомнил сейчас, вот у меня прям картинка стоит. Да, да. Ну, а если опять сравнивать ситуации, которая была в 60-е, в советские времена, я так понимаю, что «Софтрансавт» был практически манипулистом на этом рынке. Сейчас, я думаю, что ситуация несколько иная. Конечно, он был частью плановой экономики, он не практически, а был монополистом. Он был частью инфраструктуры, не столько коммерческой организации, сколько частью механизма перемещения. А сейчас, когда мы говорим уже о современной России, мы говорим о рынке, о сформировавшемся рынке, где есть конкуренция, где есть борьба за этот самый рынок, так это? Да, конечно, все абсолютно так. Ну, это произошло уже довольно давно, поэтому те времена, о которых вы сейчас вспоминали, они уже достаточно давно закончились. Ну, 90-е годы, вы это имеете в виду? Да, конечно, ну, фактически да. То есть можно говорить, что... Ну, акционирование предприятия, да. Ну, на самом деле, первые независимые коммерческие перевозки, они появились уже в конце 80-х. Угу. Вот. На 90-е годы пришел период развития коммерческих перевозок, автомобильных, о которых мы прежде всего говорим, международных. Внутри России. Внутри России, наверное, перевозки начали активно развиваться позже, после одного из кризисов, когда начали развиваться внутренние производства. Внутренние производства. Это сейчас о каком кризисе вспомнили? 98-го? Да, после 98-го года, когда в результате девальвации получили потолчок развития производства продуктов питания. Ну, наших, российских. Да, 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 конечно. Часть производств были приведены в Россию западными производителями и так далее, да, начал формироваться внутренний товарооборот, непосредственно внутренний. Ну, и, соответственно, на тот же период пришел, пришлось развитие более сложных логистических схем, услуг, появились дистрибуционные склады, распределительные склады. Соответственно, начали приходить крупные, появляться крупные ритейл-сети и, соответственно, импортные товары тоже начали перераспределяться через складские точки. Соответственно, тоже добавились во внутренний оборот. Вот в этот момент началось формирование серьезных потоков внутренних перевозок. Ну, вот давайте на них сосредоточимся и так говоря о внутренних перевозах, внутри России, да, перевозка внутри России, все-таки основная проблема, ну, или, может быть, одна из таковых является наш необъятный, да, размер необъятный нашей Родины. Вот это, как эта проблема решается специалистами на рынке? Ну, я не вижу в этом проблемы. Нет проблемы. На самом деле, это скорее преимущество. Есть где развернуться. Перевозчикам, ну, не только автомобильным, это и железнодорожные перевозки, это достаточно серьезный стимул к развитию грузовых, железнодорожных перевозок. Магистральные автомобильные перевозки тоже на этой базе развиваются достаточно активно, особенно в регионах, я думаю. Если вы посмотрите на опыт в Соединенных Штатах, вся отрасль автомобильных перевозок, да, там, на ней держится экономика. Поэтому... Ну, то есть, большие, большие расстояния, это не проблема для перевозчиков? Нет, а в чем здесь? Здесь это же... Ну, дороги, опять-таки, те же дороги, мы знаем прекрасно, как выглядит. Состояние дорог, это другая проблема. А там, меняется, не меняется, с такой ли скоростью меняется, которая нам хотелось бы. Но, тем не менее, это вопрос качества. Оно больше, лучше, хуже, постепенно становится лучше. Дай бог. Скажите, есть какие-то отличия, мы сейчас вспомним, с Соединенных Штатов Америки, да, есть какие-то отличия устройства, собственно, этого рынка в России от американского, от европейского? Я думаю, что, если говорить про условия для бизнеса, у нас условия не стимулируют тому, чтобы этот бизнес развивался так, как он развивается за рубежом, то есть, на уровне средних, малых предприятий. Но это общая проблема, не касается только автоперевозок, я думаю, что не секрет. Потому что, в связи с достаточным многообразием видов перевозок, с достаточно динамичным изменением логистических потребностей, неравномерным развитием регионов и так далее, приспособляемость автотранспортной отрасли к этим изменениям может быть обеспечена только достаточно высокой конкуренцией, которая, в свою очередь, рождается работой большого количества независимых операторов. Небольших, средних, да? Ну, то есть, более мобильных, более гибких в этом части. Вот так. То есть, вот это является ключевым отличием? Ну, я думаю, что с точки зрения условий бизнеса, да. Есть какие-то географические, ментальные различия, да, психологические. А ментальные, вот в чем они заключаются? Интересно всегда поговорить на эту тему. Да? Ну, хорошо. Я думаю, что здесь больше вопрос культуры ведения бизнеса, культуры сферы услуг, в том числе услуг B2B. Поэтому в свое время основным отличием, или, может быть, основной визитной карточкой софтранспорта было качество и водителей софтранспорта. Водителей? Да, да. Это считалось элитной профессией, это считалось показателем качества долгое время даже после того, как рынок стал коммерческим. И водители софтранспорта были отдельным брендом. Поэтому здесь, я думаю, что это тоже вопрос времени, да, то есть рынок должен немножко цивилизоваться. Я, наверное, скорее всего, это имел в виду. В принципе. То есть культура, культура предоставления услуг, да, культура, в принципе, сфера услуг. Мы же предоставляем именно ее. То есть опять можно вспомнить, да, что рынок этот все-таки не так давно еще в России появился. Ну, относительно истории России, наверное, давно он всегда существовал, понимаете, да? Относительно, да, все-таки истории современной России, да, рыночной России. Да, конечно. Ну, если вы, опять, если сослаться на, допустим, на какую-то бытовую сферу и сферу розничных услуг, то динамику изменения качества обслуживания в ресторане, я думаю, что вы наблюдаете примерно так же во всех остальных сферах. Угу. Да, это так, я согласен. Значит, спасибо, Владимир. Мы сейчас с вами прервемся. Нам нужно послушать новости на Финам.ФМ в это время. И после новостей продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем тему грузоперевозки в России. У меня в гостях Владимир Тян, генеральный директор транспортного холдинга «Софтрансавто». Я еще раз напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 651099.6, код города 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Можете позвонить нам, написать, задать свои вопросы Владимиру. Ну и, в принципе, хотелось бы, как всегда, поинтересоваться у вас на вашем, с вашей точки зрения, да, по вашему мнению, как выглядит рынок грузоперевозок в России, насколько качественная эта услуга, если кто-то ей уже пользовался. Это в адрес наших слушателей. А вопрос, Владимир, Владимир, вам. Ну, с точки зрения потребителя, давайте вот сейчас порассуждаем. Поставим себя на его место. По каким критериям выбирается компания, которая перевозит грузы? Ну, я думаю, что тут ничего уникального нет. Как любой сервис-провайдер, выбирается прежде всего по рекомендациям, реноме, каким-то внешним признакам. Далее оценивается по прайс-листу и, в итоге, по качеству предоставляемого услуга. Ну, в итоге это уже постфактум, что называется? Ну, как постфактум, смотря, насколько регулярно вы планируете пользоваться его услугами. Я думаю, что проводится, как всегда, как-то тестовый период, да, какая-то контрольная закупка. Ну, хорошо, а вот если говорить о прайс-листе, сильно отличаются, мы говорили все-таки о необходимости конкуренции для того, чтобы рынок становился, сильно отличаются расценки сейчас у ближайших конкурентов ваших? Ну, в зависимости от сферы грузоперевозок, международные перевозки, региональные, о каких грузах речь идет, разница может быть достаточно высокой. Тем более, что, я сейчас повторю, регулирование отрасли малого бизнеса и непосредственно грузоперевозок не идеально, поэтому здесь тоже есть возможность воспользоваться услугами разного уровня и разной степени авторитетности. В разной степени даже легальности, вот, поэтому... Кстати, вот по поводу, хорошая тема, да, затронули, по поводу регулирования отрасли, она не идеально, сказали вы, она вообще кем осуществляется, какая структура у нас в России регулирует транспортные перевозки? И, кстати, несмотря на какую-то все же, да, отрегулированность и возможность, ну, что называется, серых, да, компаний все-таки остается появиться на рынке. Ну, здесь опять, здесь все, правила все общие. Регулируется, естественно, отраслевым министерством, министерством транспорта на уровне соблюдения норм деятельности транспортной инспекции. То, что касается вопросов, связанных с ценообразованием и серыми схемами, ну, тут, наверное, скорее вопрос о налогообложении, да, то есть, опять-таки, относящиеся больше к самой сфере малого и среднего бизнеса. Вопрос о использовании НДС. Ну, то есть, это понятное, да, ну, по крайней мере, для нас с вами понятное желание каким-то образом сократить изделки. Ну, если мы говорим про сферу чисто B2B, то есть, серьезные заказчики, серьезные перевозчики, то я думаю, что в области международных перевозок основная конкуренция идет не столько между российскими перевозчиками ценовая, я имею в виду, сколько между российскими и иностранными перевозчиками, особенно в последнее время, здесь существует тоже определенная политика протекционизма, с нашей точки зрения, российских перевозчиков недостаточно и всегда, но, тем не менее. Она есть? Да, он есть, тем не менее. Определенный есть, конечно. То, что касается ценовых диапазонов, здесь, я думаю, что они где-то в рамках 10% между сравнимыми категориями перевозчиков. То, что касается внутренних перевозок, рынок, он более разношерстный, и там разница в стоимости может достигать 15-20%. И здесь во многом приоритетных тех или иных критерий выбора перевозчиков решает выбор в пользу того или другого перевозчика. Ну, то есть, ценник, что называется? Цена-качество. Цена-качество. Кстати, возвращаясь к качеству, я вспомнил ваш рассказ о том, что в свое время при советской власти еще водитель, который работает в компании SoftRafone, это был бренд прежде всего, да? Ну, и наверняка отбор этих самых водителей был достаточно жесткий. То, что касается качества услуг, еще раз повторю. А сейчас, насколько серьезно компании-автоперевозчики относятся вот к этому, к этой составляющей своего бизнеса? Не настолько серьезно, как тогда, потому что тогда это носило даже в какой-то политический оттенок. Водители не просто выполняли водительскую функцию, они представляли страну за рубежом. Да, да, да. Мы говорим все-таки о трансграничных перевозках, да? Да, да, конечно. Должны были соответствовать. Состоять в партии наверняка, да? Быть устойчивыми. Морально. И морально, и политически. Вот. Если вы вспоминали кинематографические эпизоды с участием SoftRansAVT, если вспомните, все водители SoftRansAVT там исключительно положительные образы. Да, да, да. Ну, они как минимум одеты с иголочки всегда, да, у них? Нет. Костюм, галстук. Морально, и политически они тоже положительные, если вспомните. Вот. То, что касается сегодняшнего дня. Требования стандартные. Рынок труда тоже поменялся. Поэтому они, наверное, где-то все-таки на уровне минимальных. То есть это, прежде всего, непосредственно профессиональные качества. Это определенный уровень владения документами, определенный уровень общения, да, то есть то, что касается клиентов. Ну, это все даже не критерий для отбора, это скорее полочекадровая политика, обучение и так далее. А, кстати, иногда возникает, я так предполагаю, необходимость подучить кого-то, да, подтянуть по каким-то параметрам. Ну, это процесс непрерывный, формализованный и неформальный, да, то есть... А формализован как он? Ну, вот если есть такой пример именно в софтрансан авто, есть какой-то учебный центр у вас или периодически проводится? На предприятиях существуют в тех или иных формах учебные центры, то есть ответственные за те или иные участки работы проводят, регулярно проводят обучение. Прежде всего, по работе с документами, по обращению с техникой, по поведению в тех или иных ситуациях, даже по безопасности где-то. Ну, плюс, соответственно, есть наставничество, стажерство и так далее, ну, все как обычно. Все как обычно. Хорошо, давайте мы поговорим более детально об непосредственно каком-то спектре услуг, который грузоперевозчик может предложить своему клиенту. И насколько они, да, востребованные, имеется в виду, там, если говорить о приоритетах, что больше популярностью пользуется, что меньше популярностью. Ну, тогда я позволю себе отступить, вернуться к софтрансавту непосредственно к компании. Софтрансавт, она является транспортным холдингом, фактически транспортно-логистическим холдингом. В нее входят компании, занимающиеся как непосредственно автотранспортными перевозками, так и несколько более широким спектром услуг по транспортировке. И мы говорим не всегда автотранспортным, да, это может быть? Да, да, да. Но если мы говорим, все равно ведем разговоры вокруг автотранспортных услуг, я думаю, что так будет понятнее. Компании, которые выходят за рамки самой транспортировки, я имею в виду в рамках группы софтрансавта, они обычно предоставляют сопутствующий сервис, либо какой-то комплексный сервис, связанный с складской обработкой, таможней и так далее. Вот. Соответственно, непосредственно автоперевозчик может предложить своему заказчику прежде всего четкую работу, соблюдение графика, отправки, доставки, необходимый уровень. Владимир, я прошу прощения, мы сейчас с вами прервемся еще раз, у нас рубрика «Вне времени», и потом продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Владимир Тян, генеральный директор транспортного холдинга «Софтрансавто». Ну и обсуждаемый рынок грузоперевозок России. Я напомню, телефон студии 651099,6, код города 495, и сайт компании «Финам.ФМ». Владимир, продолжим. Собственно, мы начали говорить о многообразии услуг грузоперевозчика. На самом деле сейчас нужно говорить не столько о многообразии, сколько о комплексности услуг. Сейчас транспортные услуги, автотранспортные услуги в частности, встраиваются в определенную структуру логистических услуг, как-то доставку, магистральная доставка, складирование, консолидация, дистрибьюция. Вот то, что, да, действительно, извините, я вас перебью, то, что они становятся универсальными, эти услуги, по большому счету, это дань моде, это веление времени, или это просто необходимость такая вот, чтобы выжить на этом рынке? Ну, скорее всего, это в большей степени формирование логистической инфраструктуры. Она везде строится по одной и той же логике. То есть она оптимизируется, стремится, так или иначе тяготеет к увеличению утилизации ресурсов транспортных. Ну, если говорить в простых выражениях, большая фура не привозит груз и не развозит потом его по точкам. Да, конечно. Довозит его до распределительного склада, перегружает, это загружается в небольшие машины, которые разводят это, в свою очередь, и более точно по графику, и, опять-таки, более оптимально с точки зрения использования грузового пространства и так далее. Вот так. И все это одна компания, да, об этом мы говорим? Не обязательно. Не обязательно. Ну, если мы говорим про какого-то логистического интегратора, то организует это, да, одна компания, допустим, которая обслуживает тот или иной поток. Но в качестве субподрядчиков она может привлекать автоперевозчиков, то же самое и софтрансавто. Софтрансавто сам может выступать в лице такого интегратора, в свою очередь, используя свой склад, дополнительные сервисы, таможенные, прочие, свой транспорт. И привлекает субподрядчиков на доставки, там, на последние мили, доставляя до конечных потребителей, конечных получателей. Поэтому, ну, в общем, да, структура выглядит именно вот так. Если говорить про международные и внутренние перевозки, то, еще раз повторюсь, это импорт тем или иным каналам, то есть это либо морские перевозки контейнерные, либо железнодорожные перевозки, соответственно, тоже либо контейнерные, либо вагонными, таможенное оформление, размещение на складе и дальнейшем дистрибуции по России. — За кадром, да, мы с вами общались, когда вы еще упомянули о том, что Софтрансавто, ну, новый проект, или, может быть, он уже осуществляется, экспресс-перевозки, вы сейчас задумали. — Да, Софтрансавто участвует сейчас в проекте, связанном с экспресс-перевозками, мы являемся экспресс-перевозчиками, имеем статус экспресс-перевозчиков и, так или иначе, имеем отношение к модной сегодня теме трансграничных доставок. — Вот, давайте на эту модную тему поговорим. — Ну, если говорить про общие вопросы, связанные с этой темой, то трансграничные доставки — это доставки товаров для личного пользования, то есть физических лиц, обычно из интернет-магазинов, это покупки в зарубежных интернет-магазинах, это отдельная отрасль, наверное, в чем-то отдельной даже от внутреннего интернет-рынка. — Да, это своя... — Отрасль, вы имеете в виду перевозки? — Нет, нет, это, прежде всего, отрасль торговли. Это свои предпочтения, своя аудитория и так далее. Ну, такая, достаточно лояльная и достаточно консолидированная. Я думаю, что митинг 8 февраля, он лишний раз это демонстрировал. — Совершенно верно, да. Вот, поэтому проблемы, связанные с этим, с этой отраслью, они упираются прежде всего в некоторую, недостаточно четкую, наверное, позицию в части перемещения товаров, фактически розничных товаров, через границу. То есть, доставку их на таможенную территорию Российской Федерации. Это входит в определенный конфликт с внешней торговлей, да, с нашей стороны, очевидно, да. И вот установление допустимого порога, объема... — То есть, ключевой момент здесь именно вот беспошлиный ввоз, правильно я понимаю? — Да, конечно, это... — Тысяча долларов раньше было... — Тысяча евро. — Тысяча евро, да, был раньше полог беспошлиный. И это, конечно, это достаточно существенный, да, достаточно существенный лимит, который формирует достаточно существенный рынок. Вот. Естественно, у этого есть свои пострадавшие, ну, прежде всего это... — А кто, кстати, прежде всего пострадал в этом? — Ну, это те компании, которые импортируют те же самые товары, но нормальными внешнеторговыми путями. Вот. Ну, с другой стороны, это, конечно, серьезный стимул для развития интернет-торговли, в принципе. — Да. — Да, потому что пользователи... — То есть она иначе должна, в принципе, развить? — Пользователи этого рынка, покупатели этого рынка, они, я бы так сказал, ну, опять, это уже мой комментарий больше личный, да, они... — Это интересно. — Да, они более продвинутые интернет-покупатели, да, наверное, чем покупатели на внутреннем рынке, и они в какой-то степени выступают драйвером развития этого интернет-торговли в России в принципе, вот. Поэтому к этому, конечно, должен быть какой-то совершенно разумный подход, да, и ликвидировать эту сферу, конечно, не совсем стратегически правильно. — Ну, я не вижу прямо, что, да, речь идет о ликвидации ее, просто, видимо, какой-то баланс здоровый пытаются найти для того, чтобы действительно все были, ну, если уж, да, не выигрышный кто-то перед кем-то положением, то хотя бы были... — Да, да. — Все на одном уровне, по одним правилам играли. — Надо сказать, возвращаясь к этой ситуации, что все не совсем так, как было, там, подчас, может быть, и в СМИ преподнесено. На самом деле, Федеральная таможенная служба запланировала с начала этого года эксперимент по упрощению порядка ввоза. На самом деле, та ситуация, которая возникла с, якобы, ужесточением, законодательным ужесточением этого порядка, это было приведение в соответствии с законодательством тех порядков, которые существовали в местах оформления, поэтому ничего действительно, как совершенно справедливо утверждал ФТС, никаких новых законодательных новаций не было введено, просто существовавшие до того были приведены в соответствии с буквой. Вот. Сейчас, по нашим надеждам, эксперимент, связанный с упрощением и некоторой автоматизацией процедуры оформления, он все-таки реализуется, вот, что, на мой взгляд, приведет к тому, что эта процедура станет существенно проще. — Ну, и это, можно сказать, да, что это приведет, опять, к созданию некого более цивилизованного рынка, да, трансграничной торговли, ну, если мы говорим о интернет-торговле сейчас. — Ну, скорее всего, это приведет к тому, что он... То есть, сам процесс доставки этих товаров, он существенно облегчится, да? — И вот, кстати, к процессу доставки давайте вернемся, потому что после этих событий, которые мы сейчас обсуждаем, доставщики, экспресс-доставщики, да, известные бренды мировые, вот они тоже заявления какие-то делали. Кстати, софт-трансавт-то не поэтому в числе экспресс-доставщиков оказался? — Нет, мы там оказались... — Он был раньше там, да, гораздо... — Ну, мы там оказались перед началом, планируя участие вот в этом проекте, да, по экспресс-доставке. Я прошу прощения, вопрос был. — Мы говорим о том, что вот эти вот последние инициативы, естественно, отразились и на тех, кто доставляет эти товары из-за рубежа. Известные мировые бренды, да, вот они тоже громкие заявления делали о том, что они, кто-то говорил, отказываемся уже мы доставлять, да, потом всех успокоили и объясняют просто, что никакие правила игры не меняются. И я спросил, в связи с этим ли софт-трансавт-то тоже начал заниматься экспресс-доставщиков? — А, нет-нет, конечно, этот проект был запущен полутора лет назад, начал прорабатываться, да, около полутора-двух лет назад, поэтому нет, это не связано. — Ну, а в принципе компания софт-трансавт может заниматься вот тем, о чем мы говорим, да, доставкой? — Да, да, проект сейчас в процессе тестовая эксплуатация, вот сейчас на него будут несены определенные коррективы в связи с происходящими событиями. Прошу прощения. Вот, да, он фактически запущен. — Хорошо. Давайте вернемся опять к бескрайним границам нашей Родины и поговорим о том, насколько, ну, может быть, несущественно и отлично, но, тем не менее, услуга оказывается, да, грузоперевозки внутри, давайте так, в пределах центральной части России или, может быть, в отдаленных регионах. Есть ли вот здесь какая-то разница или сложности для компаний-грузоперевозчиков? — Ну, на самом деле, сейчас, я думаю, что имеет смысл рассматривать какие-то центры притяжения региональные, да, грузового трафика, вот, сейчас вокруг каждого из таких центров формируется и какая-то инфраструктура. — Изначально мы говорим о центрах притяжения, как о столичных городах, да? — Ну, скажем так, о каких-то промышленных кластерах. — Да, Москва и Санкт-Петербург, естественно, и как самые крупные рынки потребительские, вот, Санкт-Петербург, может быть, даже в большей степени, как производственный центр, серьезный, и внешторговый центр, то есть как ворота, да, прежде всего морские ворота. — И, как вы знаете, достаточно большое количество производств, например, в области автомобилестроения, размещенные сейчас в Санкт-Петербурге, которые, в свою очередь, формируют входящий, исходящий грузовой поток. — Если говорить про Москву, то, скорее всего, это, конечно, Московская область, то есть это, сейчас, наверное, прежде всего, Калужский регион. Если говорить о других городах, то это Нижний Новгород, это Екатеринбург, ну и там дальше Новосибирск, Сибирск. — Ну, то есть по той же самой логике, да, что там есть сосредоточения основных каких-то производств. — Потребителей и производств. Ну, скажем, производства не обязательно располагаются непосредственно с большими рынками потребления, да, но тем не менее. — Ну, вот с этой точки зрения, да, неравнозначность, что ли, да, российских регионов, она каким-то образом доставляет проблему грузоперевозчику? — Нет, она просто формирует определенную маршрутизацию, да, маршрутизацию, по которой и проходят основные грузовые потоки, да, то есть здесь нет, на мой взгляд, нет абсолютно никакой проблемы структурной. — Я понял. Так, хорошо, давайте вернемся к международным перевозкам. В каких сферах бизнеса они чаще всего применяются? — В международной перевозке? — Да. — Да. — Практически во всех. Ну, если говорить про товары народного потребления, ну, конечно, это сейчас основной грузопоток. Другой серьезный поток — это инвестиционные товары, то есть это оборудование, ну, и, наверное, это две основные категории. — Инвестиционные, да? — Инвестиционные товары, да, и товары народного потребления. Наверное, в большей степени товары легкой промышленности, пищевой промышленности, то же самое оборудование, бытовая техника, электроника и так далее. — А какие-то специфические, ну, случаи из практики, можно, если вспомните, может быть, Владимир, да, какие-то специфические товары удавалось перевозить? — Специфические товары? — Да. — Ну, те, что сразу в памяти откладываются. — Ну, в основном это какие-то экзотические, может быть, товары, да. Если взять более давние времена, Сафтрансад перевозил от слитков серебра до театров итальянских. — Опера Аида и так далее. Ну, то есть, это такие вещи. — Спасибо. Давайте еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. В гостях Владимир Тян, генеральный директор транспортного холдинга «Софтрансавто». И говорим мы о рынке грузоперевозок в России. Телефон в студии 6510-99,6, код города 495. Владимир, все же, опять я уж так, извините за занудство, про региональные особенности хотел бы поговорить. Вот сейчас складывается предпочтение тех или иных маршрутов. Видимо, да, это относится к каким-то отраслевым особенностям того или иного региона. — Да, конечно. Потому что промышленные кластеры, они организованы, обычно организованы по отраслевому же признаку. Если мы говорим, допустим, про какие-то автомобилестроительные кластеры, они вокруг себя концентрируют перевозки определенного характера. Это перевозки готовых автомобилей, перемещение комплектующих из запасных частей. Если это крупноузловые сборки, то обычно это большой входящий поток узлов и агрегатов, из которых потом собираются автомобили, которые потом в свою очередь перемещаются специализированным транспортом для перевозки готовых автомобилей. — Я хотел ваше мнение услышать. Скажите, пожалуйста, опять логично, если рассуждать, вот в том или ином регионе появился желающий пока еще что-то, да, там иностранец, мы знаем их название, не будем сейчас произносить слух, который решает здесь завод по сборке и так далее построить. Вот он посмотрит сначала, да, на то, как к этому району, да, к этому региону, какие дороги к нему ведут. Или он по какой-то другой причине сначала все же выстроит заводик, а потом уже будет вместе с местными властями ремонтировать или строить, может быть, заново эти дороги. — Сейчас, к счастью, сценарий уже совершенно другой. Сейчас эти зоны географические формируются скорее от идеи создания кластера к концентрации там производства. То есть сейчас никакой иностранец не пойдет в чистое поле без дорог искать себе место под заводик, а есть совершенно конкретные места, где созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, да, где, возможно, в том числе и какая-то взаимоинтеграция между производителями, как вы знаете, тоже сейчас достаточно тренд. Если говорить про другие отрасли, отойти от автомобилестроения, то примерно то же самое, да, то есть характер перевозок подобный, то есть простой материал, довольно массовый товар, перевозки магистральные партиями, кратными грузовым единицам, то есть фуры, контейнеры, вагоны и так далее. Обычно под них тоже уже сформирована инфраструктура, железнодорожные ветки, необходимое количество подрядчиков автотранспортных или железнодорожных, которые крутятся вокруг этого центра, вот поэтому, да, сейчас это происходит уже по понятной логике. Понятно, понятно. Давайте вот о чем поговорим. Ну, я так предполагаю, что в зависимости от величины компании или от цели ее в конечном итоге, не каждый приобретает транспорт, собственность, да, кто-то предпочитает, там, не знаю, брать какие-то другие схемы использовать или привлекать операторов, может быть, перевозчиков. Вот об этом, если мы поговорим, да? Да, конечно. Это, может быть, даже в большей степени касается, скажем так, начинки нашего бизнеса, да, может быть, можно будет про это пару слов сказать. В общем случае компания, если только не гигантская компания с большим собственным оборотом, ей невыгодно использовать свой транспорт генерально, да, то есть, возможно, для каких-то локальных задач, то есть, это развоз, локальный развоз по какому-то месту, да, если он носит регулярных акций, это, возможно, внутренние перемещения, то есть, технологический транспорт. Но у нее при этом есть, тем не менее, да, в собственности какое-то количество автотранспорта, просто ей невыгодно его использовать, да, или она использует его для каких-то локальных целей? Нет, если мы говорим о факторах, точнее, о каких-то основаниях к приобретению собственного транспорта или принятию решения о том, чтобы использовать, скорее, это невыгодно. Еще раз повторю, за исключением технологического транспорта, то есть, это перемещение по территории, допустим, завода или межскладские перемещения, это локальный развоз, опять-таки, при определенной критической массе этого развоза. Во всех остальных случаях добиться желаемой экономики по этому транспорту довольно тяжело, поэтому легче и понятнее, особенно в условиях определенной волатильности рынка и сбыта, в том числе сезонности, использовать подрядчика. Во-первых, есть определенная конкуренция, во-первых, есть определенный отбор, определенная эффективность, да, в конце концов, определенная компетенция в эксплуатации транспорта. Если мы говорим про крупные компании, такие как, допустим, Магнит, Перекресток, ну, прежде всего, ритейлер, которые имеют большие свои парки собственные, то, да, в этом, конечно, есть эффективность, и, допустим, Магнит тому пример, то есть, оттолкнувшись от собственного объема, они сформировали фактически, ну, собственное транспортное направление бизнеса. — Опять, это было необходимо, да, и, собственно... — Ну, обычно такое решение, где-то лет 10 назад, такие решения принимались из неудовлетворенности к качествам тех услуг, которые предоставляют подрядчики. И для того, чтобы это не влияло на качество твоих собственных услуг или твоей собственной продукции, люди принимали решение о том, чтобы приобретать транспорт, но, еще раз повторяю, эффективности здесь можно добиться только если иметь достаточно существенный собственный грузовой трафик. — Раз. Или выделив этот бизнес в отдельный и развивая его отдельно. — Понятно. Важная тема, еще успеем мы об этом поговорить, это безопасность грузоперевозок. Вот что в этом смысле можно сказать? Каким образом, собственно, оператор занимается безопасностью, страхует или каким-то самостоятельно, значит, решает эту проблему? — Ну, вопросы физической безопасности, они решаются достаточно стандартно. Это охрана, это мониторинг, это система навигации, это работа службы безопасности, в конце концов, какая-то оперативная работа. — Если мы говорим о регулярных перевозках криминогенных каких-то грузов, то, конечно, это и оперативная работа в том числе. — Если мы говорим об экономической безопасности, то есть, допустим, о страховании, то этот рынок достаточно эффективно развивается. — Страхование грузов у нас сейчас вполне цивилизованная услуга со своей конкуренцией на этом рынке, с вполне адекватным сервисом, с возможностью выбора и так далее. — Если мы говорим про страхование ответственности транспортных и логистических операторов, это рынок менее понятный, до, опять-таки, еще 10 лет назад он представлял собой достаточно унылое зрелище, страховщики сами плохо представляли, о чем идет речь, что они страхуют и так далее. — Сейчас это, опять-таки, рынок с достаточно понятными продуктами, с ассортиментом и так далее. Единственное, в области автомобильных перевозок, допустим, отличие нашего рынка от западного в том, что сам подход к страхованию ответственности, к трактовке ответственности оператора, логистического в том числе, отличается тем, что за рубежом везде он ограничивается. — То есть ответственность, естественно, рассматривается как лимитированная, поэтому везде существуют пределы ответственности перевозчиков, экспедиторов, в рамках которых она и страхуется. У нас, к сожалению, это неограничено, и поэтому почти раз страхование ответственности. К сожалению, для перевозчика, и для рынка в целом, потому что в какой-то степени происходит подмена функции страхования груза страхованием ответственности, потому что она неограничена. Это, пожалуй, единственный недостаток на данный момент, ну такой системный. Системный, но это проблема на законодательном уровне, решается? Да, конечно. Не знаю, решается тогда, когда решится, могу сказать. Надеюсь, что да Я понял Хорошо, ну и пару минут у нас осталось Владимир, давайте поговорим о том, что на ваш взгляд ждет рынок грузоперевозок в России прежде всего Ближайшее или может быть в какое-то отдаленное будущее Все-таки мы связываем интенсивность грузоперевозок с экономическим состоянием России С ее развитием или с надеждами на ее развитие Что вы по этому поводу можете сказать? Я думаю, что в ближайшей перспективе ничего хорошего рынок не ждет Потому что это инфраструктура Она будет четко следовать экономическому развитию Поскольку прогнозы по нему достаточно плачевные Скорее всего и рынок тоже будет страдать Но страдать это значит, он будет в какой-то степени становиться более конкурентным То есть мелкие игроки может быть будут, да? Мелкие, менее эффективные игроки будут уходить Соответственно, ничего хорошего для рынка в этом, конечно, нет Но это процесс объективный То, что касается какого-то более продолжительного периода Я надеюсь, что цикл снижающийся закончится И я думаю, что рынок продолжит структурироваться В какой-то степени укропняться Этот процесс тоже начался Поэтому в итоге он станет цивилизованным Ну вот на ближайший год, допустим, на 14-й год Вообще вы какие перспективы строите? 14-й год, я думаю, что не мы одни Все рассматривают как год с надеждой на стабилизацию Потому что прошлый год был достаточно пессимистичным И мы надеемся, что мы достигли какого-то дна И в этом году какая-то консолидация произойдет Я понял Спасибо огромное Владимир Тян, генеральный директор транспортного холдинга Софт Трансавто Был сегодня в бизнес-классе Мы обсуждали рынок грузоперевозок России Владимир, спасибо огромное Спасибо, уважаемые слушатели Всего хорошего, успехов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!